Дорогие друзья, добро пожаловать в пресс-центр чемпионата мира, команда чемпионата мира по шахматам. И с нами президент грузинской шахматной федерации Гео Георгадзе. Только что грузинская команда выиграла женский чемпионат мира командный. Мои поздравления всей Грузии и вам, Гео. Спасибо большое. Девчонки сыграли совершенно прекрасный турнир. Скажите, пожалуйста, о том, как все начиналось, как продолжалось и, как говорится, каким образом удалось добиться успеха. Я тоже хочу поздравить всех грузинских народ, которые очень, они очень переживали. Это я видел по их откликам, по их запискам, по ИМАИ, по интернету, они все переживали. Я рад, что наши девушки оправдали доверие и обрадовали всех болельщиков шахмат. Ну, во-первых, давай начнем сначала, чтобы мы не играли без нашего лидера. Без Наны. И сначала мы, ну что, планировали, что если попадем в тройку, конечно, это будет хорошо. И боролись за тройку. Но, вы знаете, как форумер сложился? В отелях я очень благодарен главному тренеру, который мы пригласили специально. Он, вы знаете, он в Испании живет. Мы пригласили специально, чтобы... Это уже звонят из Грузии. Нам звонят премьер-мист. Сейчас, я извините, потом... Если премьер-мистер, то он. Нет, премьер-мистер уже говорил. Он поздравил всех. И он от своей Грузии поздравил. И говорит, что сождались, как говорят, такого большего успеха. И вот я говорю, что Эльсбар сделали два сбора. Один раньше, один перед чемпионатом. Потом приехали сюда. И самое главное, Эльсбар сумел... И капитан, конечно, молодой парень, Дови Джорджио, они сумели сплотить команду. Вот это самое важное. Команда, что уже быть самая главная. Да, да, да. Командный чемпионат это самое важное. Девушки все, кто играл, не играл. Все болели за друг друга, помогали, давали свои варианты, что очень важно. Что нечасто бывает. Да, что нечасто бывает. Так что, слава богу, что их труд, они очень много трудились, их труд такой хороший конец. Ты принес такой прекрасный результат. Вы сказали, что по ходу турнира поняли, что можете претендовать на большее. Но Россия все время где-то была рядом. Насколько было, вот этот вот соревновательный момент, насколько было тяжело в последних турах? Конечно, у нас был опыт, знаете, мы в 2009 году, чемпионат Европы, тоже поделились с Россией первое и второе место, и оказались на... Коэффициент оказался хуже. В старых местах, да. Тогда медали обыграли Россию, но все равно так получилось. Так что, мы сейчас были предельно собраны и концентрированы, не расслаблялись. Даже сегодня, перед последней партией, мы решили, что все должны играть, как играли до сих пор, без каких-то предложений, без каких-то, чтобы позицию как-то... Не надо насиловать, но не надо форсировать, ничего или что такое. Все, и буду играть спокойно. Все, и буду играть спокойно, да. Так что, мы думали, что мы хорошие формы, мы много трудились, мы заслужили. Чемпионату надо заслужить, правильно? Так подарок никто не дает. Так что, я думаю, что девушки заслужили, они заслужили, стали чемпионками. Значит, Россия продолжает играть, а Грузия уже выиграла турнир. Как Вы сказали о том, что удалось сплотить команду, насколько сложно было молодым шахматисткам Батяшвили и Аробидзе включиться в команду? Все-таки у них такого опыта не было. Ну, они один раз играли уже в команду, но, вы знаете, вопрос Аробидзе вообще решился в последний момент. Вы помните, она очень хорошо сыграла в Сочи, и после этого мы включили его в команду. Ну, конечно, были последние, но, я не знаю, она превосходила, все ожидания произошли. Она сыграла великолепно на третьей доске, на второй доске, и, ну, конечно, надо отметить великолепно, чтобы они были охотой нашли. Лидер команды, плюс 6 на первой доске, это невероятно. Притом она, не знаю, сегодня тоже могла немножко поиграться, но все-таки... Все-таки уже решила, что плюс 6 это достаточно, плюс 7. Она имела нормальную игровую позицию, но, исходя из командового интереса, она согласилась на ничего. Так что, я хочу всем девушкам поблагодарить, они все едино сплотили команду, которая дала результат. Это командный чемпионат, так что команда выигрывает. Насколько важно для Грузии победа вот в этом чемпионате? Насколько важно, то есть, как вас будут встречать, расскажите, ну, немного об этом. Вот, вы знаете, вот с утра звонил министр, а он говорил, что вот как только что-то будет ясно, дайте знать, потому что премьер-министр хочет сам лично поздравить. То есть, вся Грузия ждет этого момента, я действительно, я думаю, что Грузия шахматная страна и страна великих шахматисток. Но она приношила, и я надеюсь, что это будет хороший стимул, что появятся новые чемпионки, потому что в спорте это очень важно. Имеет хороший стимул и хороший пример. И такое чувство, вот потому как вы рассказываете, что вот этот интерес, он с новой волной как бы вернулся. Вот, вот, вот. Возможно, потому что они уже лидировали, было явно чувство, что, может быть, самый большой успех, может быть, золотые медали. То есть, возможно, это в какой-то степени вернуло интерес. Что у меня шедело на телевидении грузинского в течение тех пор? Ну, они в последнее время, сначала было не так, но в последнее время меня атаковали. Каждый вечер было какое-то прямое выключение. Я думаю, что сейчас все успокоится и более разумно все это произойдет. Я думаю, что, опять я повторюсь, хочу сказать, что вот эта победа должна дать большой стимул развитию шахмат Грузии. И тот, та программа, которую мы в конце прошлого года утвердили, четырехлетная программа развития шахмат Грузии, это правительственная программа, конечно, это тоже большой стимул. Это выигрыш уже будет хороший стимул. Так что я думаю, что молодые девушки, сейчас как раз идет чемпионат Грузии возрастной, они все следили. Я думаю, что для них будет хороший пример. И еще пару вопросов. Вот вчера был президентский совет, и было подписано соглашение с ФИДО. Расскажите об этом тоже немного. Да, ну мы выиграли конкурс на проведение Олимпиады в прошлом году, в Тромсе, на Олимпиаде. И после этого мы очень много работали. Как раз в связи с этим была правительственная программа тоже сделана. У нас есть план на четыре года, который заканчивается Олимпиадой в Батуми. У нас, я думаю, что те работы, которые мы проделали до этого, вот вчера было это завершение, потому что мы уже подписали официальный контракт с ФИДО, и что грузинская сторона выдерживает готовность, что будет в этом году.